Reebok Floatrite Energy 5. Обновление, пожалуй, самой успешной беговой линейки Reebok за последние годы. Практически с первой выпущенной модели Floatrite Energy стали популярными среди бегунов. Их любят за универсальность, хороший баланс между ценой и качеством и отличную пенопромежуточную подошву Floatrite Energy, которой в этом году в кроссовках стало еще немного больше. Что изменилось в техническом плане в пятой версии кроссовок и как это повлияло на их работу, расскажу в сегодняшнем видео. Поэтому обзор на Reebok Floatrite Energy 5. Поехали! В новой версии кроссовок инженеры изменили сетку верха. Это двухслойная конструкция, в которой наружный слой сделан из плотной, плохо растягивающейся ткани с зонами разной плотности. Внутренний слой сделан из более мягкой сетки с крупными ячейками, в которую вшит язычок. Сам язычок широкий, с большим количеством набивки внутри, отлично нивелирует давление шнурков наверх стопы. Верх кроссовок на 30% сделан из вторично переработанных материалов. Пяточный стакан средней жесткости, мягкой набивки немного, размещена в основном в верхней части пятки. Внутри кроссовка разместилась мягкая пористая стелька из материала Artalite. Промежуточная подошва сделана из фирменной пены Floatrite Energy, она стала чуть толще относительно предыдущей версии. Добавила полмиллиметра в пятке и полтора миллиметра в передней части стопы. По своим амортизационным свойствам кроссовки мало чем отличаются от предыдущей версии. В средней части стопы появилась специальная вставка, которая улучшает торсионную жесткость, повышает общую стабильность кроссовок. Во время бега плюс подошва стала немного шире в передней части стопы и зоне пятки, что тоже положительным образом сказывается на стабильности кроссовок. Подошва полностью закрыта толстым слоем резиновой подметки с рисунком из разнонаправленных полосок. Кроссовки хорошо показали себя как на асфальте, так и на парковых грунтовых дорожках. Толщина подошвы в пятке 27 миллиметров, в передней части стопы 19 миллиметров, перепад между пяткой и стопой 8 миллиметров. Вес кроссовка в размере 9 US равен 253 грамма. Изменения в подошве относительно предыдущей версии мне нравятся. Они точно не испортили кроссовки. Чисто субъективно, возможно, кроссовки стали чуть-чуть мягче именно в передней части стопы. Но в целом они довольно похожи на предыдущую модель. Торсионная вставка вот здесь вот она 100% работает, делает кроссовки более стабильными. Плюс к этому прибавляется то, что подошва сама стала немножко шире. Особенно это заметно в зоне пятки. И вот она немного шире передней части стопы в этих местах. Есть такое ощущение, что вы во время бега прикладываете чуть меньше усилий для более стабильного движения. Есть вероятность, что фанатам Float Ride Energy данная вставка может приносить какой-то дискомфорт. Потому что в целом из-за нее подошва стала не такой гибкой в этой части. То есть основная гибкость, она ушла именно ближе к носку. Но, как по мне, это сильно не мешает. И я бы даже сказал, что совсем не портит кроссовки. А когда вы используете их именно на длительных тренировках, это даже немножко помогает. Хотя кроссовки у нас заявлены как нейтральные. В средней части стопы, вот здесь вот со внутренней стороны, подошва слегка поднимается так к своду. И такая легенькая поддержка, она все-таки ощущается. То есть здесь не совсем плоско. И вот эта поддержка в купе с самой вот этой вот торсионной жесткостью, она как раз хорошо работает именно на длительных тренировках. То есть не то, что хорошо работает, она как раз помогает лучше перебаривать длительные тренировки. Вклад в стабильность кроссовок вносит и верх, который совсем не тянется. Очень плотно обхватывает стопу и помогает кроссовку работать вместе со стопой во время бега. Основная фиксация приходится на зону пятки и среднюю часть стопы, где размещено большое количество полимерных накладок в виде логотипа с наружной стороны сетки. И есть специальные стропы, идущие от шнуровки с внутренней части кроссовка. Фиксация пятки внутри кроссовка очень плотная. Во время бега никаких паразитных движений вверх-вниз нет. Новый верх очень классный. Мне нравится намного больше всего того, что было до этого в кроссовках линейки Floatrite Energy. Не знаю, почему мне так не полюбился такой жесткий полимерный верх, который был в предыдущих моделях. Я как бы много видел в других кроссовках различных вариаций полимерного верха, но вот такого прям недовольства и негатива кверху у меня не было ни в каких кроссовках. Поэтому в данном случае я прям очень доволен тем, как сделана вот эта вот верхняя сетка и как все работает вместе. Но несмотря на весь позитив, есть и определенная часть негатива именно для меня. Потому что у Reebok довольно специфичная колодка. Она довольно узкая и длинная. И получается здесь такая история, что я обычно выбираю себе кроссовки 9,5 US. Это 27,5 см. Но в случае с Reebok и не только вот с пятой версией Floatrite Energy, но и фактически со всей линейкой, история другая. Вот это вот модель 9 US. И здесь у меня в носке запаса столько же, сколько в кроссовках, которые я обычно себе выбираю 9,5 US. Я мерил и 9,5 данную модель. И там получается, что в носке вообще вот столько лишнего места. И при этом в зоне пальцев кроссовки, ну, фактически никак не шире. То есть здесь для меня очень плотная посадка. И при этом по длине довольно много остается места. То есть данная модель и вообще колодка, которую сейчас делает Reebok, она хорошо подойдет тем, у кого узкая стопа и длинные пальцы. И даже при этом у вас все равно будет такая плотная, хорошая фиксация кроссовка на стопе. Промежуточная подошва по-прежнему хорошо работает на длительных тренировках, давая достаточное количество амортизаций и хорошо отрабатывает на темповых и даже скоростных. Хорошо возвращает энергию при отталкивании, а довольно ярко выраженный перекат в передней части стопы придает бегу динамики. Кроссовки довольно универсальные в плане постановки стопы на поверхность. Нельзя сказать, что они подойдут только тем, кто бежит с пятки. Мне нравится, что Reebok старается поддержать некий баланс между весом, амортизацией и отзывчивостью кроссовок, чтобы сделать их максимально удобными широкому кругу бегунов именно под разные задачи. Чтобы вы плюс-минус с одинаковым комфортом могли брать их и на повседневные какие-то длительные тренировки и делать в них темповые тренировки, бегать отрезки по асфальту, по грунту. И это очень хороший концепт именно таких повседневных универсальных кроссовок. Их придерживается, к примеру, Nike в своей модели Pegasus. Посмотрите на нее, она уже 40-ю итерацию сейчас претерпевает, и кроссовки очень популярны. И вот по своему подходу, то, как они себя позиционируют, вот супер универсальные кроссовки, они довольно похожи, точнее сказать, Reebok довольно похожи на Nike. Поэтому нельзя сказать, что Flowtride Energy, они или очень жесткие, или очень мягкие. Это именно что-то среднее, что реально подходит большому количеству бегунов. Вклад в такую универсальность, конечно, вносит и протектор, вот с таким вот рисунком из разнонаправленных полосок, потому что он довольно хорошо отрабатывает как на асфальте, так и на грунте. Прошлой версии, вот здесь вот в зоне пятки, был более плоский протектор, более гладкий такой. Сейчас по всей длине они сделали именно с этими полосками, с небольшими шипами. И, как по мне, это более выигрышная история, потому что кроссовки становятся еще более универсальными. К сцеплению каких-то особых претензий нету. Оно выше среднего и на асфальте, и на грунте. Единственный момент, что мне показалось, в дождь, именно когда вот супер влажно, кроссовки начинают работать прямо хуже ощутимо. Но, видимо, это все зависит от того количества луж на асфальте, по которому вы бежите. Ну и от скорости, конечно же. Когда кроссовки только вышли в продажу, они стоили порядка 12 тысяч рублей. На мой взгляд, вот в данный момент, это на самом деле отличная цена за универсальные кроссовки. Сейчас их можно найти ниже 10 даже тысяч рублей. И, по-моему, это прям очень хорошее предложение. В лице одной модели вы получаете кроссовки, в которых можно делать объемы и скоростей. И для многих они могут стать и соревновательными кроссовками. И даже те, кто всегда говорит, что любит кроссовки полегче, в принципе, должны быть довольны. Потому что 250 грамм для кроссовок универсальных – это, ну, хороший вес. Поэтому, если ищете новую пару кроссовок, обязательно рекомендую присмотреться к Floatrite Energy 5. Единственным нюансом может быть только размер и вот узкая колодка. Но если вам все подошло, это отлично. Если нет, то на рынке на самом деле довольно много интересных кроссовок и есть из чего выбрать. Знаю, что многие уже тренируются в этих кроссовках, поэтому обязательно напишите в комментариях свои впечатления о кроссовках. Кто уже сколько набегал, какие видите плюсы и минусы. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому ролику. Так вы поможете делать больше полезных обзоров. А с вами был Кирилл Светков и обзоры спортивной экипировки. Всем бег, пока!